Из 1300 административных материалов, которые рассмотрела комиссия по делам несовершеннолетних в минувшем году, 1022 составлены в отношении взрослых. Это и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и вовлечение детей в совершение преступлений. На учете в комиссии состояли 1040 несовершеннолетних. Больше половины из них исправились и уже сняты с учета. При этом члены комиссии отмечают рост подростковой преступности на 23%. В 2016 году несовершеннолетние совершили 48 преступлений против 39 в 2015. Допущено два особо тяжких преступления. Несовершеннолетними совершено 4 тяжких преступления. Допущено 3 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Зато существенно сократилось число краш, грабежей и угонов. Реже подростки стали нарушать закон в ночное время и в группе. Впрочем, о групповой преступности представители органов системы профилактики поговорили отдельно. Подростки продолжают формироваться в группы криминогенной направленности, так как в семье родители, в общеобразовательных учреждениях, педагогический коллектив не уделяет им должное внимание. У подростков не организован досуг в свободное от учебы время. А субъекты системы профилактики, к сожалению, не своевременно выявляют несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных деяний. И как следствие подростки совершают преступления в группах, а особенно в смешанных группах, то есть со взрослыми лицами. В 2017 году уже произошли два трагических случая, связанных с несовершеннолетними. Первый на железной дороге, второй в лесном городке. Чтобы печальную статистику на этом прекратить, нужно быть внимательнее к детям, причем не только родителям, но и учителям. К такому выводу пришли участники совещания. Если вам становится известно, что в отношении того или иного учащегося совершается либо преступление, даже если у вас подозрения на это есть, лучше эту информацию предоставить инспектору по делам несовершеннолетних, чтобы мы ее перепроверили. В 2016 году в помощи органов системы профилактики нуждались 906 семей. Больше половины из них получили адресную помощь. Кроме того, члены комиссии регулярно проводили профилактические мероприятия, главная цель которых – помочь детям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, достойно выйти из нее.